В эфире телекомпания «Ржев» в студии Елена Серикова. Здравствуйте! Сегодня из новостей «Ржева» вы узнаете, что волнует молодых автомобилистов, где будет расти рыжик и когда поедет новый автобус. Подробнее об этом и не только через несколько секунд. 6 февраля этого года губернатором Тверской области Андреем Шевелевым, представителями компании «Гринфьюз» и главой Ржевского района Валерием Румянцевым было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по организации производства сырья для изготовления биотоплива. В июне инвесторы приступили к работам на ржевской земле. Немецкая фирма «Гринфьюз» будет выращивать масличную однолетнюю культуру рыжик или по-другому комелина сатива. В дальнейшем на ржевской земле планируют построить цех для производства биотоплива. Почему мы здесь в России выращиваем растительное масло для европейских автомобилей? Почему они хотят это покупать от нас? Потому что у них не хватает земля. Когда вы смотрите, какая потребность к этому биотопливу есть, вы увидите, что только для того, чтобы 50% того биотоплива произвести, которое Европе нужно, Европа должна выращивать на всей всей площади Германии, Франции, Италии, Испании, Польши только биотоплива. Но не будут немцы и французы это делать, потому что они тоже хотят кушать. Им нужна пшеница. Поэтому Европа сама не в состоянии выращивать такую массу биотоплива. А в России можно, потому что здесь есть большие площади, которые можно использовать для этого. В этом году площадь продискуют, внесут органику, вспашут поля и проведут озимый сев на 10 тысяч гектаров. К 2013 году площадь должна увеличиться в три раза. Сегодня есть сложности с выделением сельскохозяйственных угодий, потому что район, один из немногих районов, раздернут среди собственников. Я отвечаю за каждое свое слово, давая оценку, раздернут наряду с Конаковским, Киборгским, частично Зубцовским районами. И мы сегодня ведем длительные, порой нелицеприятные переговоры о том, чтобы эти земли были возвращены через невостребованные пои либо муниципальную собственность, либо фирма Green Fusal, которая реализует данный проект, заключила договоры аренды. Уже несколько дней на полях работает импортная техника, которую уничтожает расплодившийся борщевик и кустарник. Мы поставили жесткие условия о том, что это должен быть все в обороте. С выращиванием лечминя и такое условие принято, что кормовые угодья должны, потому что следом должны пойти животноводческие проекты. Посмотреть на работу иностранной техники приехали руководители СПК, главы администрации, агрономы и специалисты. Бывший начальник управления сельского хозяйства Антонина Куприянова новый проект одобрила. Это очень хорошее дело. И выращивание рыжика приведет к тому, что мы будем заниматься и молочным животноводством, и откормом крупно-рогатого скота. Это начало возрождения сельского хозяйства в Ржевском районе. Руководитель с многолетним стажем Николай Морозов отметил, что у аграрников появилась надежда на возрождение сельского хозяйства. Первое, что я хочу сказать, что вся вот эта техника, которую мы видим здесь на полях, и поля как преобразились, это вдохновляет не только аграрников, я думаю, что и горожан тоже. То, что все же начались наши заросшие поля превращаться в благородные. А с приходом рыжика появятся у нас рабочие места для механизаторов, для рабочих. Ну и я думаю, что будет от этого большая польза и районам. Сейчас на полях района дискование ведут два трактора. Работа идет круглосуточно. Механизаторы трудятся по 12 часов. Двое суток работаем, давай отдыхаем. Поначалу уже как бы первую ночь легко, вторую, ну тяжелее, привыкнем. Ну техника, значит, не останавливается? Не, вообще не останавливается. Только подвоз соляра все. Так идет и идет. Техника новая, тем более иностранная, она лучше нашей, не ломается. Алексей Смирнов – опытный механизатор. Работал на разных марках тарторов, только российского производства. На иностранной технике трудиться не приходилось. Боязно было сначала, а потом нормально. Сейчас уже маленькие кажутся. Вот чем отличается эта техника, скажем так, от нашей, от русской? Это легко управляется. Легче. А что там, вот чем? Вы расскажите про цель. Ну там компьютер много, компьютерные, в основном. А наша там, как говорится, механическая. А здесь все на компьютере. Еще один механизатор Сергей Смирнов мечтает, чтобы такой техники побольше работало на ржевской земле. Сначала, как я увидел технику, я думал, будет сложно. А как сел, обучили, проще, чем в нашей. Просто управление легкое. И осваивать ее довольно-таки легко и быстро. Обучали механизаторов всего три дня. За такой короткий срок русские мужики полностью освоили иномарки, оснащенные компьютерами. Ну что, тут все легкое. Стоя включается пальчиком. Они вот, коробка полуатомат. Здесь компьютеры задаются, программы все. Вот на компьютере. Даже считает, сколько спыхал, даже считает сама. Климат-контроль здесь еще. Здесь закрылся, пожалуйста. В любую погоду, хоть холод, хоть жара, тут типа любую какую-то настроечность такая есть. А у наших там все, там не климат-контроль, нам весь мокрый. А здесь хоть в глазки ездить. Аграрный проект стартовал. Сейчас работы ведутся на полях бывшего ПХ «Победа». Затем будут дисковаться земли и в других хозяйствах. По словам главы Ржевского района Валерия Румянцева, губернатор Тверской области Андрей Шевелев уделяет большое внимание проблемам сельского хозяйства. Поэтому есть надежда, что в ближайшее время аграрный сектор начнет возрождаться. В Твери прошел первый финско-российский инвестиционный бизнес-форум. В нем участвовали представители посольства Финляндии в Российской Федерации, правительство Тверской области, руководители предприятий и инвесторы Швеции, Германии, Франции, Японии и США. 14 июня в Твери состоялся первый финско-российский инвестиционный бизнес-форум. В нем приняли участие представители посольства Финляндии в Российской Федерации, правительство Тверской области, финских деловых кругов, руководители предприятий и потенциальные инвесторы Швеции, Германии, Франции, Японии и США. Приветствуя участников форума, глава региона отметил, что Тверскую область и Финляндию связывают давние и прочные взаимоотношения в торговле, туризме, экономике, а также сотрудничество в области культуры и образования. Губернатор выразил надежду, что встречи представителей деловых кругов России и Финляндии в таком формате станут традиционными. Мы приветствуем появление на Тверской земле социально ответственных компаний, использующих современные технологии, внедряющих инновации, соблюдающих экологические стандарты. Всем инвесторам правительством Тверской области оказывается необходимая поддержка. И в рамках работы форума сегодня будут подписаны три новых инвестиционных соглашения. Финские партнеры уже успели по достоинству оценить благоприятный инвестиционный климат Тверской области. В регионе финскими инвесторами уже успешно реализованы два крупных проекта. Завод «Альструм» по производству стеклохолста в Канаковском районе работает с 2008 года. Объем инвестиций по проекту составил около полутора миллиарда рублей. Количество созданных рабочих мест – 82, в том числе 52 рабочих и 30 сотрудников ЭТР и служащих. Сегодня среднемесячная заработная плата на предприятие составляет 25 тысяч рублей. Годовой объем производства составляет 220 миллионов квадратных метров стеклохолста на сумму 1 миллиард 120 миллионов рублей. В результате реализации проекта было создано крупное предприятие международного класса, удовлетворяющее потребность в стеклохолсте производителей линолеума и иных строительных материалов, расположенных в России и за рубежом. А ежегодные налоговые поступления в региональный бюджет от деятельности предприятия составляют около 40 миллионов рублей. С сентября 2011 года работает завод по обжарке кофе «Паолик» под Тверью. Объем инвестиций по проекту составил около 850 миллионов рублей. Создано 60 рабочих мест с последующим увеличением до 80. Производственная мощность завода – 6 миллионов килограммов кофе в год. Завод обеспечивает потребности российского рынка, а в дальнейшем и страны СНГ. В России работает около 600 финских компаний. Больше 200 из них работают в Москве. Как мы видим, Тверская область очень удобно расположена логистически, потому что она находится в преддверии большой столицы. Это историческая земля, но одновременно энергичная, динамичная и современная развивающая место. Результатом деловых переговоров, прошедших в том числе и в рамках инвестиционного форума, стало подписание губернатором Тверской области Андреем Шевелевым соглашений о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Пластикстроймаркет» о строительстве завода по изготовлению, смешению красок, защитных покрытий на территории индустриального парка «Раслова». С обществом ограничены ответственностью «Биопласт» – предприятие по производству стеклопластиковых емкостей, очистных сооружений и труб на территории промышленной зоны «Реткина». С обществом с ограниченной ответственностью «Платинум» – придорожного многофункционального торгового комплекса в Калининском районе. Общий объем инвестиций при реализации новых проектов составит более полутора миллиардов рублей. Муниципальное унитарное предприятие «Автотранс» приобрело за собственные средства новый автобус для перевозки пассажиров. В ближайшее время он будет работать на первом маршруте. Ключи от нового пазика получил Михаил Костырев. В МУП «Автотранс» он работает два с половиной года. За это время зарекомендовал себя как грамотный, дисциплинированный и ответственный водитель. До этого работал в охране, потом сдал права и пошел по линии брата. Брат меня привел сюда и так работаю. Вот получил новый автобус. То есть заслужил, как говорится. Уже автобус поприятней, новый, с мягкими сиденьями, с ремнями безопасностями. Можно уходить на данное расстояние людей. Новый автобус проходит обкатку. И после регистрации в государственной инспекции пас выйдет на первый маршрут. За его передвижением, как и за всеми пассажироперевозками, будет следить диспетчерская служба. Здесь водители начинают свой рабочий день, получают путевые листы, с ними проводят предрейсовый инструктаж и начинается водитель рабочий день. Ну а работа нашей службы на этом не заканчивается. Основная работа, это работа прежде всего для населения города Ржавы. Отвечаем на интересующиеся вопросы. И прежде всего, что интересует наших граждан, это расписание маршрутов, какие есть маршруты, сколько автобусов вышло на линию. И, как это не печально в наше время, вопросы, касающиеся забытых вещей. Это игрушки и обувь, и номера от своих частных машин. Кроме этого, диспетчерская служба принимает жалобы пассажиров и докладывает о них администрации. В основном жалуются люди уже старшего поколения. Очень часто возникает ситуация, когда звонит бабушка и говорит, что водитель маршрутного такси проехал мимо, закрыл двери и не посадил автобус. То есть, если мы своих водителей уже приучили и проблем не возникает, то, к сожалению, по частным автобусам возникают очень часто такие вопросы, когда видят, что стоит пожилой человек, у которого есть ЕСПБ, просто перед ним закрываются двери и его не сажают в автобус. Мы незамедлительно реагируем, предупреждаем водителей, связываемся с хозяином автобуса. Из парка невозможно выехать без путевого листа. В нем должна быть отметка медицинской службы. В кабинете предрейсового осмотра работают три инспектора. Они контролируют состояние здоровья водителей дважды в день, перед рельсом и после окончания работы. В кабинете имеется все необходимое для того, чтобы проводить качественный медицинский осмотр. Александр Николаевич в этом году приобрел очень замечательный аппарат, алкотестер. По словам Инны Приходько, случаи отстранения от рельса на предприятии очень редки, потому что по этому поводу санкции жесткие. Водители дорожат своим рабочим местом, а дисциплина позволяет МУП «Автотранс» в условии жесткой конкуренции на рынке перевозок не только выплачивать достойную зарплату, но и улучшать условия труда и быта. В этом году был запланирован и заканчиваем ремонт косметический моечного цеха. Заменили окна, отремонтировали фасад, здание покрасили. Внутри также заменили бетонное покрытие. По планам установить моечное оборудование и поставить туда людей, которые будут мыть автобусы. Но это пока только планы. Нам в этом году позволили прошлогодние средства, которые мы датируем по межмуниципальным маршрутам, мы направили почти полностью все на ремонт моечного цеха. Почему моечный цех? Понятно. Автобусы должны выходить чистые, исправные, но прежде всего чистые. Это обслуживание населения, и должно быть все приятно пассажирам, и самим водителям, и нам. Мощный цех был у нас в ужасном состоянии. Развалилась, стены осыпались, внутри уже не было практически пола. Сейчас мы произвели ремонт крыши, косметический ремонт стен. Произвели, заменили окна на пластиковые, которые уже вывалили, старые были. Полностью забетонировали новый пол внутри мойки, и сделали новый туалет для удобства, чтобы водители не бегали по всей территории. А в мойке находился туалет, где можно было и помыться, и так далее. Значит, что планируется, если все будет нормально в этом году, мы уже закупили 50 шкафчиков, это для, куда должны придеваться водители, и одежду должны вешать, повесить, значит, или убрать обувь свою. Значит, и планируем сделать капитальный ремонт сейчас, как раз вот это бытовое помещение. Сейчас на городских и межмуниципальных маршрутах работает 29 автобусов, а еще есть частники. С совместными усилиями перевозчики обеспечили быстрое передвижение горожан по любым направлениям. Как не придешь на остановку, иногда уже стоит автобус, а иногда и ждать не приходится. Мы довольны, лично я довольна, а там не знаю, как другие. МОП «Автотранс» старается оказывать качественные услуги перевозок и, в свою очередь, просит пассажиров не портить сиденье и не царапать обшивку. А еще в ближайшее время на всех маршрутах будет осуществляться контроль. У нас организован контроль, контроль обелечен. Мы выезжаем, проверяем водителей на линии, на автостанции. Но просьба к жителям города Ржава и Ржевского района. Пожалуйста, при покупке билета, берите билет, пожалуйста, у водителя, и он должен храниться у вас. По закону мы сейчас, конечно, эту практику не вводим, но, скорее всего, скоро будет вводиться. Значит, по закону, если будет пассажир не обелеченный, он должен так же, как и водитель, нести ответственность. Водитель у нас несет ответственность в пламя не обелечения. Это нарушение финансовой деятельности, как он работает, он получает за это деньги. Мы их наказываем, естественно, их такое выявляется. Лишаются премии. А пассажиры, наверное, в скором будущем все-таки нужно применить практику, как это было раньше. Нужно накладывать штраф за проезд без билета. Администрация МУП «Автотранс» просит пассажиров уважать нелегкие трудводители и не отвлекать их во время движения. В случае возникновения нештатной ситуации обращаться в диспетчерскую по телефону 208-57. Накануне Дня медицинского работника губернатора Тверской области Андрей Шевелев встретился с ветеранами и молодыми специалистами этой сферы из разных районов области, а также принял участие в торжественном собрании, посвященном праздничной дате. Накануне Дня медицинского работника губернатора Тверской области Андрей Шевелев встретился с ветеранами и молодыми специалистами этой сферы из разных районов области, а также принял участие в торжественном собрании, посвященной праздничной дате. Поздравляю медиков. Глава региона отметил, что их профессия требует высокой компетентности и ежедневного самопожертвования, но вместе с тем чуткости и милосердия. Этот год, год 2012, ключевой для региональной системы здравоохранения. Муниципальные учреждения перешли из первого дня введение региона. В области завершается формирование сети офиса врачей общей практики. Реализуется программа модернизации системы здравоохранения. Все запланированные мероприятия должны быть выполнены на 100%. Главная задача – качественный и своевременный компетентальный ремонт учреждений, закупка современного медицинского оборудования, внедрение новых стандартов показания медицинской помощи. В рамках программы модернизации наиболее успешно проводят ремонт Тверские, детская городская клиническая больница номер 1, детская городская больница номер 2, городская клиническая больница номер 7, Осташковская ЦРБ. Лидерами по внедрению стандартов являются Калязинская, Торжокская, Ромешковская ЦРБ, Тверская городская больница номер 6. Наша общая задача – обеспечить квалифицированную, своевременно доступную медицинскую помощь для всех жителей региона. Основные акценты сделаны на развитие первичного звена технологичной медицинской помощи. Открытие в регионе еще трех сосудистых центров – модернизации онкологических использований. Главными строительными объектами является вторая очередь хирургического корпуса областной детской клинической больницы, детские поликлиники в городе Ржеве и микрорайоне Южный города Твери. Правительство области уделяет большое внимание улучшению материального положения работников здравоохранения, решению проблемы дефицита кадров. За последнее время принят целый ряд мер в этом направлении. Это дополнительные выплаты начинающим врачам и реализация программы по обеспечению жильем молодых специалистов на селе. Сейчас разрабатывается программа строительства социального жилья, которая предоставит возможности для решения квартирного вопроса. Кроме того, максимально используется целевое направление абитуриентов в Тверскую государственную медицинскую академию. Эти меры, по словам губернатора, уже приносят свои плоды. Только за прошлый год такой показатель, как обеспеченность населения врачами в нашей области, вырос на 7%. С этого года на территории области реализуется федеральный закон, по которому молодым медицинским работникам с высшим образованием в возрасте до 35 лет, переехавшим на работу в сельскую местность, выплачивается 1 миллион рублей подъемных. Молодым специалистам уже выдано 5 миллионов рублей, заключены еще несколько договоров. Участники встречи обсудили с главой региона, что еще необходимо сделать, чтобы система здравоохранения области была более эффективной и отвечала современным требованиям. Андрей Шевелев обратился к ветеранам с просьбой активно вести работу с молодежью, развивать наставничество. В честь Дня медицинского работника в Доме культуры «Химволокно» прошли торжественные мероприятия. Глава региона вручил государственные и региональные награды лучшим представителям профессии. Указом президента РФ звание заслуженный врач РФ присвоено заведующей отделением городской больницы номер 2 Татьяне Аваевой. Нагрудным знаком отличник здравоохранения награжден зав. отделением Калининской центральной районной больницы Святослав Шестаков. Почетную грамоту Минздрав соцразвития РФ вручили фельдшеру Конаковской ЦРБ Татьяне Веселовой. Нагрудным знаком губернатор Тверской области награждена заместитель главного врача по медицинской части областного кардиологического диспансера Наталья Сдобнякова. Звание почетный работник здравоохранения Тверской области присвоено главному врачу Вышневолодской станции скорой помощи Надежде Милюковой. Почетной грамотой губернатора награждена медсестра Кашинской ЦРБ Татьяна Голубева. Благодарность губернатора вручена педиатру Кашинского дома ребенка Ирине Печушкиной. В обыденной жизни они, может быть, не познакомились бы никогда. А вот в социальных сетях нашли друг друга и создали не только виртуальную группу. Они списываются по интернету, созваниваются и в выходные собираются вместе. А началось все очень просто. Началось все сначала с обычных, как всегда, покатушек. С друзьями катались, давайте соберемся, давайте встретимся. Потом, наверное, узнали про сайт drive2.ru. Некая социальная сеть, вроде контакта, только вместо тебя. Ты там регистрируешь свою машину, рассказываешь о машине, делишься какими-то секретами своими. Какие-то примочки на машину ставишь, показываешь людям. Может быть, не делиться секретами, а просто показать, чтобы люди оценили. Хотя бы знать, что вообще думают о твоей машине. В этот раз секретами улучшения своего автомобиля поделился Игорь Кузнецов. Для удобства открытия капота, капота стоят, амортизаторы с задней двери. Не нужна кочерга, чтобы держать капот. Есть чертежи по размерам, размечено все вот это, но некоторые ставят по своему вот эти вот дырки сверлют. У кого-то капот поднимается выше. Дмитрий Образцов в своем автомобиле сделал несколько усовершенствований и рассказал об этом друзьям. Поставил решетку радиатора, так как когда едешь по трассе, летят камни, насекомые забивают его. А она останавливает, ну, помогает. В принципе, ее потом просто почистил. Поставил дополнительно габаритные огни в поворотнике для лучшего обозначения на трассе в темное время суток. Небольшую, но полезную модернизацию пришлось сделать и в багажнике. Вот стандартная фишка, она постоянно отходит, а я уже к ленте припаял провода и такая фишка, в принципе. Все снимается и уже такая проблема исчезла. Среди сообщества автомобилистов есть и две девушки. Ольга Ражева за рулем полтора года. Ездить ей очень нравится, но машину сама ремонтировать не умеет. Это делает ее папа. Я езжу, но если что-то он просит, я ему помогаю, там делаю по возможности. Главное участие в автомобильной группе – помоги ближнему. Сейчас случилась такая ситуация, пока ехала по нашему городу, спустила колесо на машине. Вот подъехала, ребята обещали помочь. Дружба и взаимопомощь – вот главное достоинство этого автомобильного сообщества. Аварий на нашей практике пока не случалось, слава богу. Но уже на фалах таскали, на тросах. У меня в первую же встречу у одного участника случилась проблема с машиной, и его до дома везли на фале. Это все абсолютно бесплатно, все за спасибо, все на дружеских отношениях. Молодые люди не только помогают в какой-то нетрадиционной ситуации, теперь они проводят вместе и выходные. В следующее воскресенье РЖФ-2, площадка возле ЖД вокзала. Собираемся в 11 часов утра, обговариваем все на месте, едем закупаемся и едем в Нижний бой. Встреча закончилась, и настала пора ехать по своим делам. ПДД не нарушаем, навстречу не вылетаем, никого не подрезаем. Пристегиваемся, включаем ближний свет, пешеходов пропускаем. На стадионе «Горизонт» прошли два матча первенства области по футболу. Объединенный клуб РЖФ встречался с командой из города Конаково, и ветераны принимали гостей из Осташково. Первый тайм проходил в равной борьбе. Опасные ситуации возникали у ворот хозяев и соперников. Гости привыкали к полю, хозяева заметно нервничали. И только в конце первого тайма ржеветянам после штрафного у ворот Конаковцев удалось поразить их ворота. Проходит чемпионат области по футболу. У нас теперь играет объединенная команда ФК РЖФ. Это ребята из «Торпеды и горизонта». Все ржеветяне, ни одного легионера нет. Но пока неплохо имеем, 10 очей имеем. Сегодня встреча с командой Конаково, которая тоже находится. Примерно на таком же у них 9 очей имеет сегодня игра. За 6 очков, как говорят. В следующем туре 23-го команда выезжает в город Твери, встречается с командой «Волга-2». А 30-го в день города принимаем команду «Малагоя». На перерыв соперники отправились со счетом 1-0 в пользу футбольного клуба РЖФ. Во время перерыва один из тренеров хозяев поделился своими впечатлениями. Все ребята, которые были в двух командах, теперь слились в одну. С одной стороны, это как бы плюс для города. Потому что команда сильная, все-таки нормальные ребята подготовленные. А с другой стороны, минус то, что теперь у нас одна она одна. И даже ребятам, которые готовятся, проблематично попасть в эту команду. Молодых у нас ребят много. А с другой стороны, и те, которые есть в составе команды, они же совершенно не старые. Ребята могли бы играть в городском первенстве, но его спорткомитет не проводит. Много людей в городе играет в футбол. Приходят на полях и горизонт не пустует, и торпеды не пустуют. Постоянно кто-то играет. Но организованного турнира городского первенства города у нас нет. Даже в Нелидове, где-то 8 команд играют первенства города. У нас как бы стыдоба. Потому что нет никому дела до нашего футбола. По большому счету, мы занимаемся, мы на энтузиазме работаем. И ребята, как бы, никто не говорит, что нам зарплату платить. Но хотя бы, вот мы даже играем в форме торпедовской. У нас еще формы нет. Хотя представитель федерации футбола, церской, обещал подарить комплект формы. На день города приедет сюда. У нас здесь матч Балагоя. И он говорит, пусть как бы в назидание даже городским властям. Пусть им будет стыдно, что не может обеспечить свою команду. Тренер-гостейн Валерий Васильев не оставлял надежду уехать домой с победой. После тяжелой дороги, конечно, тяжело играть. Но так, с преимуществом команды города Ржевы. Стараемся, пытаемся. Вот сейчас после небольшого совещания, может быть, что-нибудь пытаемся изменить. После прерыва ржеветяне заиграли поувереннее и провели еще два безответных гола в ворота гостей. У наших отличились Александр Булыгин, забивший один мяч, и Владлен Березников, поразивший ворота соперников два раза. 3-0 с таким счетом закончился этот матч. Следующую игру наши футболисты проведут на выезде в Твери, где будут встречаться с командой «Волга-2». Еще в футболе наши ветераны обыграли команду из Асташкова со счетом 3-1, а две ржевские юношеские команды играли на выезде в Терапце. Старшие ребята проиграли 1-2, а младшие выиграли 4-0. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас в ВКонтакте в группе телекомпании «Аржев». Если у вас есть интересные сообщения, звоните по телефону 2-13-55. Увидимся в следующую пятницу в 18.15 на канале ТВ-Центр. ТВ-Центр.